Здравствуйте! В эфире Солнечногорского телевидения итоговый выпуск информационной программы «Наше время» в студии Татьяна Бауэр. С 6 по 8 августа в центре «Крокус-экспо» проходила 16-я международная отраслевая выставка «Строительная неделя Московской области-2014». Это традиционная встреча представителей профильного комплекса России. Она проходит в канун Дня строителя. Компании Солнечногорского района приняли участие в мероприятии. В 16-й международной строительной выставке участвовало 32 муниципалитета. В Солнечногорье представляли 5 кандидатов. Мы представляем свою пешеходную зону, парковую зону и также участвует у нас там строй индустрии, компания «Крост». В рамках выставки состоялось заседание, организованное Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Зам. предправительства России Дмитрий Казак отметил, на сегодняшний день в отрасли достигнуты результаты, о которых 20 лет назад трудно было мечтать. Внедряются новые строительные технологии, строятся новые, модифицируются старые заводы по производству строительных материалов. И как результат, ежегодно увеличиваются объемы жилищного строительства, улучшается комфортность, качество жилья появляется новое, современные промышленные объекты, объекты транспортной инфраструктуры. Глава Минстроя Михаил Мини рассказал, Московская область – один из самых динамично развивающихся регионов России, который имеет уникальные возможности по привлечению в строительный сектор крупных инвесторов. Мы видим правильный подход, который может стать примером для многих других регионов. Мы видим проекты комплексной застройки территории в муниципальных образованиях Московской области, где четко предусмотрена не только инженерная, но и социальная, и транспортная инфраструктура. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил участников конференции с профессиональным праздником и отметил, в 2014 году участников выставки стало вдвое больше, и это показатель развития региона. Сегодняшняя выставка и ее обход показали то, что облик городов, качество стройки, качество жизни человека, оно выходит на первый план. Уникальные и интересные пешеходные дорожки, скверы, парки, сады, школы – это все становится абсолютно главным в деятельности строительного комплекса. В рамках мероприятия прошла дискуссия на тему промышленного развития регионов России. В ней обсуждались также темы индустриальных парков Московской области. Не обошли стороной и Солнечногорский район. Огромный потенциал есть у Солнечногорского района, который мы хотим развить и приумножить, в том числе и за счет того, что будем развивать там индустриальный парк Ейцелу. Я очень хотел бы, чтобы создание индустриальных парков и логистических парков и так далее, все-таки очень серьезно учитывали мнение как муниципалитетов, так и людей там живущих. Строительство индустриальных парков в Солнечногорском районе, кроме того, позволит трудоустроить местных жителей. Оксана Федяшина, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». 25 благоустроенных дворов по всему городу. Новые парковочные места, газоны, детские площадки и не только появятся в каждом микрорайоне. Столь грандиозного преображения город не видел давно. Некоторые дворы уже украшают новые игровые комплексы и сопутствующая инфраструктура. На неделе активные работы по благоустройству начались на улице Вертлинской и в микрорайоне Рекенцо. Наталья Шлык говорит, звук работающей строительной техники услада для слуха, ведь это сигнал перемен. Как давно вообще здесь проходило благоустройство? Благоустройство это проходило, детскую площадку построили лет 13 тому назад. В течение 13 лет потом еще были? Нет, нет. Как вот это все построили, так и было. Зинаида Васильевна с внучкой возвращаются с прогулки. В последнее время они зачастили в соседний двор, ведь играть на детской площадке рядом с собственным домом, по словам Зинаиды Васильевны, было небезопасно. И новость о появлении в их дворе современного детского комплекса она восприняла с радостью. Спасибо большое администрации всем. Спасибо. Мы очень рады. Дети все рады. И жители тоже рады. Радует такая перспектива, что у нас будет такая площадка. И качели будут хорошие, и вот это карусель, которые крутились, вся половина, только глаз до глаз. А теперь надеемся, все будет хорошо. Рабочим с трудом удается демонтировать старые конструкции. Сегодня в планах строителей полностью очистить площадку. В дальнейшем выравнивание грунта и установка нового детского городка. Всего на благоустройство двора дается месяц. Хочется, чтобы ребята гуляли на свежей площадке, на новой. Потому что дети все сюда приходят играть. Когда солнце, например, уходит, все сюда приходят. А так хочется, чтобы было красиво. Лавочки, основанием для которых служат вот такие пеньки, скоро уйдут в прошлое. После благоустройства двора здесь появятся новые комфортные места для отдыха. Сейчас укладывают плитку, а в скором будущем жители ждут еще более радужные перспективы. И так здесь появится новый асфальт, лавочки, декоративные ограждения, ухоженные газоны, а самое главное – детская и спортивная площадки. Облагородить дворовую территорию возле дома номер 14 микрорайона Рекенцо необходимо также за месяц. Жители порой не верят своим глазам и с трудом вспоминают, когда в последний раз их двор менял свой облик. Ой, я даже не могу вспомнить, но лет пять точно, наверное, не было. Активные жители вносят свои предложения. Это зона отдыха для взрослых людей, особенно для престарелых. Они много сидят, их на лавочках, и они будут с удовольствием здесь сидеть. Можно было бы тут и в шахматы сыграть, и в шашки сыграть, пожалуйста. По данным районных властей, в программу включили территории, вызывавшие наибольшее нарекание у жителей. Для этого представители администрации и депутаты проводили собрания во дворах. Также горожанам предложили самим высказать предложение и дали возможность представить эскизы. Работы по благоустройству проводятся действительно масштабные. Во дворах, помимо парковок и детских площадок, ремонтируют уличное освещение, устанавливают цветники, прокладывают ливневые истоки, спиливают старые деревья, озеленяют территории. Дворы благоустраивают на внебюджетные средства при поддержке предпринимателей района. Татьяна Бауэр, Дмитрий Маракасов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». Программу по благоустройству Солнечногория поддержат новые инвесторы. Это стало известно на неделе в ходе подписания очередного инвестконтракта. Проект, кроме того, даст району несколько сотен новых рабочих мест. В кабинете главы администрации района Александра Якунина почетные гости, представители компаний ООО «Икея МОЗ». Их пригласили для подписания инвестиционного контракта. Руководство всемирно известной компании планирует расширить производственные площади. В итоге в рамках проекта в деревне Есипово-Пешковского поселения реконструируют мебельную фабрику и построят логистический центр. Объем инвестиций составит более 6 миллиардов рублей. Количество новых рабочих мест около 300. Плюс к этому сегодня руководитель компании нас заверил, что в рамках проводимой политикой главы района о благоустройстве наших дворов компания «Икея» берет один двор для благоустройства, создания приятной среды проживания наших жителей. Больше двух десятков нестационарных торговых объектов демонтировали 31 июля в Солнечногорске. Таким образом, район очистили уже от 75 торговых точек. За какие нарушения палатки лишаются своих насиженных мест? И скоро ли финал компании по демонтажу? В нашем следующем репортаже. Из 26 собственников лишь три решили самостоятельно ликвидировать свой частный бизнес. Остальные объекты несанкционированной торговли были демонтированы силами районной администрации. Предприниматели предупреждали за 30 дней. И вот 31 июля настал час икс. Это незаконно расположенные нестационарные торговые объекты. Для того, чтобы этот торговый объект был, назовем так, законен, он должен быть внесен в схему размещения этих нестационарных торговых объектов. Схема размещения нестационарных торговых объектов разъясняет, какие палатки и где должны располагаться. Например, согласно документу, объекты, торгующие одной продукцией, не могут быть установлены вплотную друг к другу. Между палатками должно быть расстояние не менее 250 метров. Также они не могут располагаться на тротуарах, ширина которых меньше 3 метров, на газонах, детских и спортивных площадках, в 25-метровой зоне от оси федеральной трассы. Кстати, именно это нарушение допустили собственники палатки Кур и Гриль, развернув торговлю рядом с Ленинградским шоссе. Но в этот день хозяин проявил сознательность и самостоятельно демонтировал свою точку. Кроме этого, говорят Солочногорской администрации, собственники объектов не заключают договоры аренды, а значит в районный бюджет не поступают налоговые отчисления. По данным отдела потребительского рынка и услуг района, все нестационарные объекты ликвидируют к 1 сентября. К тому же времени окончательно определят адреса размещения каждого торгового объекта. Их можно будет найти на сайте районной администрации. Предприниматели смогут занимать предложенную территорию только после проведения конкурса. Татьяна Баури, Евгений Корнилов, Солочногорское телевидение, информационная программа «Наше время». В настоящее время решается одна из главных транспортных проблем городского поселения Поварова. Там планируют реконструировать железнодорожный прокол и даже проложить одну из веток метро. Поваровский прокол под железной дорогой – одна из главных проблем поселения. Местные автолюбители жалуются на постоянные пробки на этом участке. Мост узкий, и когда еще едут машины с Пятницкой Саше, здесь пробка обозревается постоянно. Надо мост расширить, проколы тут сам, чтобы было в два ряда проезд в один ряд. Проблему прокола, говорят в администрации Поварова, способен решить балансодержатель путей компания «Российские железные дороги». Правительство Московской области направило в правительство Российской Федерации запрос на имя Дмитрия Анатольевича Медведева, по которому просилось включить в программу расширения данного прокола РЖД. Пока идет ответ, в Поварово пытаются решить сопутствующие этому участку транспортно-дорожные проблемы. В 2015 году сообщили в местной администрации, здесь буквально в 50 метрах от прокола планируют построить подземный пешеходный переход. Это позволит убрать пешеходную тропинку под железной дорогой и добавить в пространстве под проколом вторую полосу. Ускорить движение автомобиля потока, как рассказали поваровские власти, поможет и новая объездная дорога. «В плане генерального городского поселения Поварово предусмотрено строительство объездной дороги, которая пройдет правее приблизительно в 500 метрах от данного прокола. Уже сверху будет автомобильный мост через железную дорогу с возможностью выхода на Пятницкое шоссе». Рассматриваются и другие варианты разгрузки дороги под проколом. «Планируется строительство огромного индустриального парка, более 300 гектаров, в котором будет 5000 новых рабочих мест в 100 метрах от нашего второго микрорайона. Практически это будет начинаться между Поварово и Ложками. И при строительстве данного индустриального парка планируется расширение до четырех полос дороги Ложки-Поварово-Пятница. Ну, соответственно, прокол априори будет расширяться». Начальник местного отдела архитектуры рассказала, дорожную сеть в Поварово намерена активно и широко развивать. «В генплане будет предусмотрена дорога через Поварово с выездом на проектируемый ОЦКАД. Также запроектировано строительство пассажирского рейсового транспорта Поварово-Кубинки-Белый раз и метро до станции Поварово». Строительство метро запланировано на 2020 год. Оксана Федяшина, Владислав Полунин, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». Пляжи Подмосковья должны быть обустроены как можно скорее. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. В ходе традиционной видеоконференции с членами правительства и главами муниципальных образований. Она прошла 5 августа. Андрей Воробьев обязал руководителей городов и районов представить генеральные планы, на которых необходимо показать, как будут выглядеть береговые линии зон отдыха. Самое популярное место отдыха горожан летом, особенно жарким, это пляж. В Московской области их около 300. Андрей Воробьев отметил, жители региона с благодарностью относятся к тем собственникам, которые оборудовали и содержат в чистоте свои территории. Вместе с тем актуальна остается проблема благоустройства диких пляжей. Также я хочу сообщить, что абсолютное большинство несчастных случаев и смертей происходит на этих самых необустроенных диких пляжах. Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов, на территории которых есть и водоемы, подготовить план организации пляжей на 2015 год и к 1 октября предоставить их концепцию. Однако уже сейчас в области отметили лидеров об устройстве зон отдыха. Солнечногорский район в их числе. Среди лидеров по наличию оборудования и благоустройства мест для отдыха людей на воде можно назвать следующее муниципальное образование. Это городской оборудование Химки, Электросталь, Озерский, Солнечногорский муниципальный район, а также городской оборудование Подольск. Глава района Александр Якунин выделил зону купания, которую необходимо обустроить. Это Никольский, Верентьевский и Тимновский берега Сенежа, а также пляжи некоторых городских и сельских поселений. Это Менделеево, надо обратить внимание, и до 1 октября, когда, как вы слышали, выручить концепцию, то есть это берег Рязь, Пешковское поселение, это берег пруда в деревне Савельево, Соколовское, это берег реки Истры, Истинского водохранилища в районе деревни Пятница. Екатерина Фогичева, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». Никольский и Верентьевский пляжи, обозначенные Александром Якуниным, как одни из ближайших зон отдыха в планах по благоустройству, районные власти проверили 4 августа. Что есть и что будет, расскажут наши корреспонденты. На очередном комиссионном объезде представители районной администрации посетили Никольский и Верентьевский пляжи. Состояние этих территорий оставляет желать лучшего. А что у нас делается? Это ужас. Причем это вот я не думаю, мы были на прошлой неделе, вот этой кучи не было. Мне кажется, что это москвичи приезжают. Ну вот мы пришли, как мы тут на мусоре? Мне кажется, что это чужие приезжают. Никогда не ездили раньше здесь машины. Как-то надо порядок навести. И самое главное нам всем следить за порядком. У каждой территории, которую мы видим за мусором, есть свой арендатор, либо собственный. Поэтому мы должны, во-первых, заставить убираться и наводить порядок собственника территории, арендатора. Посмотреть контракт, который мы можем заключить, либо посмотреть качественное исполнение их. Как мы видим здесь, то есть организация довольно-таки плохо исполняет свои обязанности по вывозу мусора. Например, Верентьевский пляж обслуживает компания «Зеленая планета». На вопрос, почему территория, за которую она отвечает, находится в таком состоянии, там отвечают стандартно дачники. Вчерашний вечер, допустим, до сегодняшнего утра, вот все там, что есть, дачи, они все везут здесь высыпать этот мусор. Этот мусор не здесь, посетители пляжа, а дачники все везут. Вот мы и в пятницу вывозили, в воскресенье вывозили, а сегодня понедельник он опять полностью. Районные власти рассказали, уже сейчас детально прорабатываются вопросы благоустройства пляжей города. На Никольском организуем стоянку, организуем охрану, организуем вывоз мусора. В этом году попробуем, чтобы у нас вот те месяцы, сентябрь или август, все-таки были чистыми. Все это планируют сделать в ближайшее время. Но для начала, отметили проверяющие, нужно убрать мусор с территории пляжей. И это общая задача. Общественность включаем, депутатов включаем, в партии выходим на субботник, приводим в порядок, говорим, так должно быть, и начинаем контролировать. В следующем году, рассказал Роман Калинкин, планируется организовать как бесплатные, так и платные зоны отдыха на Сенеже. С местами определяются. Для этого власти планируют привлечь инвесторов. Оксана Федяшина, Дмитрий Маракасов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». Это был итоговый выпуск информационной программы «Наше время». Телефон нашей редакции 64 65 95. Звоните. А я на этом прощаюсь. Впереди вас ждет прогноз погоды. Желаю вам всего доброго и удачи в наше время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова